Благословен Господь Благословен Господь Благословен Господь Благословен Господь Я хочу говорить о воле Небесного Отца И моего Небесного Отца, братья и сестры, я с тех пор, как познал, с тех пор, когда узнал Его, я знаю, что есть Его воля и хочу ее исполнять. Я надеюсь, что точно так же каждый из нас, кто пришел сюда и ищет Господа, хочет исполнять волю нашего Бога, нашего Небесного Отца. Я хочу начать с того, как к этой воле относился наш Господь Иисус Христос. Я хочу обратиться к Его словам, чтобы мы услышали, что Он говорил по этому вопросу. И первое место, куда мы перенесемся, это будет случай, который произошел в городе Сихарь. Это был Самарийский город. Иисус с учениками пришел в этот город. Ученики пошли, чтобы купить хлеба, пищи какой-то. А Он в это время начал говорить с женщиной, которая пришла со своим водоносом к колодцу Якова, чтобы попить воды. И когда Он вернулся, ученики стали Его просить. Они понимали, это была дорога, это было трудно, много они ходили. И ученики стали просить Рави, поешь что-то, ну возьми что-то, поешь. И Он тогда произнес вот эту фразу. Он сказал, у меня есть пища, о которой вы не знаете. Братья и сестры, я просто хочу, чтобы мы услышали сегодня это слово. У меня есть пища, о которой вы не знаете. Ученики могли бы подумать, что кто-то ему что-то принес, он, наверное, уже что-то поел, пока их не было. А Христос имел совсем другое. Он имел в виду совсем-совсем другое. Он сказал, у меня есть пища, о которой вы не знаете. И тогда Он ответил следующее. Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Я хочу обращаясь к каждому из нас, чтобы мы увидели это сегодня, что Господь Иисус исполнение воли Своего Отца сравнивает с тем, как вкушать пищу. Мы все понимаем, что пища – это необходимость для каждого из нас. Мы не можем без пищи. Без пищи мы все умрем. И вот исполнение воли Отца для Иисуса Христа, Господа нашего – это как вкушать пищу. Вот такое вот сравнение. Очень скоро многие из нас, молодые братья и сестры, будут заключать завет с Богом. Буквально несколько недель осталось до этого события. И заключая завет с Богом, они будут говорить, я обещаю тебе, великий Бог, служить в доброй совести. Один из вопросов, который будет задаваться всем молодым людям, это будет следующий. Веришь ли ты, что Бог Отец является твоим Творцом, твоим Создателем, твоим Богом? Веришь ли ты, что Он Творец всего видимого и невидимого? Я многократно задавал этот вопрос на водных крещениях. За 20 лет мы служения, мы много уже совершили крещений. И каждый раз молодые люди отвечали, да, я верю. Проходили годы, и некоторые из тех, которые давали это обещание, забывали об исполнении воли Божьей, отступали от живого истинного Бога, переставали соблюдать Его заповеди и жить согласно Его воле. Моя пища, говорит Христос, это творить волю пославшего Меня. Интересно, у нас такое же отношение к воле нашего Господа. Мы точно так же думаем, что для нас творить волю Бога, это как кушать хлеб. Вы понимаете, какое это сравнение? Без хлеба вы жить не сможете. А без исполнения воли Божьей? У нас такое же отношение к этому, так же мы относимся к этому. Следующая история, которую я хочу поделиться, она описана в следующей главе, того же самого Евангелия от Иоанна. «Был в Иерусалиме праздник. Иисус пришел на этот праздник. Там, в Иерусалиме, у овечьих ворот была купальня, называемая по-еврейски Вефезда. При ней было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Зачем они ждут движения воды? Зачем им, вот всем больным, собраться в одно место и ждать, пока эта вода возмутится? Причина была следующая. По временам ангел Господень сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал. Какой бы он не был одержимой болезнью. Рак, паралич, может быть кто-то больной желудком, может быть у кого-то ноги. Нога не работала или рука не работала. Но любая болезнь, абсолютная. Там не было болезни, которая не могла бы исцелить человек, если он зашхадил воду первым. Самым первым. После того, когда эта вода возмутилась. Вы когда-нибудь представляли себе картину, что происходило в этой Вефезде, когда возмутилась вода? Вот реально, вы кто-нибудь думали, что происходило там, когда эта вода возмуталась? Прочитайте книгу. «Царь из дома Давидова». Замечательная, хорошая книга. Я пока не прочитал эту книгу, не представлял, что там происходит. Вы представляете себе, есть люди богатые, есть люди бедные, есть люди, у которых слуг очень много. И вот раз все внимательно смотрят на эту воду, раз и эта вода начала возмущаться, что происходит? Все кидаются в эту воду, кто первый. Вы думаете, они там пропускают и говорят, иди ты без очереди, пожалуйста. Вот так они, наверное, делают. Нет. Они каждый, расталкивая один другого, а может быть у кого-то и слуги есть, которые раскидывают всех по сторонам, лишь бы только быстрее войти в эту воду и получить исцеление, которого они желают. Там бегут все туда как можно скорее. Потому что если ты будешь первый, второй уже не работает, третий уже не работает. Ты должен быть первым. И если ты первый вошел в эту воду, ты исцелен. Ты получил исцеление. Там был человек 38 лет, который лежал и смотрел на эту возмущающуюся воду. 38 лет он болел. Здесь есть кто-то 38 лет? Ну 39, 40 лет. Проблема есть, да? Вот есть такие люди, которым так. Вот представляете себе, что всю жизнь вы больной человек. Вот лежите там на подстилке какой-нибудь и смотрите, как эта вода возмущается. Я, как сказал, 38 лет, как нет моего отца, и для меня это очень большой срок. 38 лет человек лежит парализованный. Человек в болезни. Иисус увидел его. Вот из всех людей, которые там были, он увидел его одного. Он узнал, что он лежит долгое время и говорит ему. Вот подходит к этому человеку и задает ему такой вопрос. Ты хочешь быть здоровым? Задайте этот вопрос человеку, который 38 лет болеет. Скажите ему, ты хочешь быть здоровым? Да какой ответ вы получите? Там, наверное, даже споров нет. Мы все знаем, какой ответ получит человек. Больной, конечно же, отвечает. Так, Господи, я хочу быть здоровым. Но нету человека. Вот нету, нету человека рядом. Нету человека, который мог бы взять меня и опустить в эту купальню, когда возходится. И пока я доползу до этой вот воды, уже кто-то другой вошел и уже получил исцеление. И он раз за разом смотрит, как человек получает другое исцеление. Он смотрит на эту возмущенную воду и ничего не может. Пока он там, другие уже опередили его. 38 лет. Я не имею человека. Вот нету человека, который мог бы это самое сделать. Тогда Иисус, посмотрев внимательно на этого человека, который болел 38 лет, говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. В это надо же поверить. После 38 лет, когда ты лежишь, 38 лет ты не можешь встать, ты не можешь ничего сделать. Тридцать восемь лет. А теперь кто-то подошел к тебе и говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Вы знаете, этот человек поверил. Парализованный. Он в руку чувствовал, как окрепли все его мышцы. Он встал. Я не знаю, как происходило все это, но он встал. Если кто-то думает, что он взял свою постель, и это было king's bed, вы ошибаетесь. Это была простая тонкая постилка, на которой он лежал много лет. И вы знаете, когда больной человек лежит на одной и той же постилке, она... Не буду, опущу детали. Он взял, свернул эту свою постель и начал ходить. Представьте себе, какая радость была у этого человека. Вы понимаете, что было у него на сердце после 38 лет. Но люди увидели совсем другое в этот момент. В тот день была суббота. И человек, который получил исцеление, который свернул вот этот вот и стал ходить со своей подстилкой, на которой он спал, ему говорят, что ты делаешь? Почему ты ходишь со своей постелью? Сегодня суббота. Он говорит, я не знаю. Вот тот человек, который меня исцелил, я его не знаю. Но вот тот человек, который меня исцелил, он мне сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Он мне сказал эти слова. После этого Иисус снова встретил этого человека и говорит ему, ты получил исцеление, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего-то худшего. Это показывает, что эти 38 лет этот человек лежал, согласно слов Иисуса, за какой-то грех свой. 38 лет. Он говорит, чтобы не случилось с тобой чего-то худшего, больше не греши, не делай больше грехов. Но когда этот человек узнал, кто этот человек, что это Иисус, он не мог больше молчать и стал везде всем говорить, что это Иисус. И тогда иудеи, которые были очевидцами вот этих всех событий, они начали гнать Иисуса. Обращаю ваше внимание. Иисус, народ израильский, иудеи, люди, любящие Бога, они стали гнать Иисуса. Они даже хотели Его убить. Они искали Его убить, они хотели Его убить. За что? Вот такие дела он сделал в субботу. А что он сделал? Он исцелил человека. Он сказал человеку, встань, возьми постель твою и иди. И за это они хотели Его убить. На что Иисус им ответил. И ответил очень просто. Он сказал, отец мой до ныне делает то, что я делаю. Мы очень часто учимся у наших родителей. Мы смотрим на них, мы смотрим на их поступки, мы можем видеть их дела и потом учимся у них. Мы смотрим то, что делают наши родители, и мы повторяем то же самое. И Иисус говорит, отец мой делает, и я делаю. Я просто повторяю за моим отцом. Я следую и исполняю Его волю. Я по Его воле поступаю, потому что мой отец так поступает. Но это возмутило этих людей еще больше. И они не только искали убить Его за то, что Он нарушал субботу. Я сразу хочу сделать оговорку, потому что Он не нарушал субботу. Я еще раз повторю, Иисус никогда не нарушал субботу. Потому что если бы Он нарушал субботу, то когда Его судили перед Его распятием, то там написано в Евангелиях, и искали лжесвидетелей, чтобы осудить Его, и не могли найти. Они даже ложных свидетелей против Иисуса не могли найти. Потому что Он был искушен во всем, кроме греха, как повествует нам Священное Писание. Поэтому Он не нарушал субботу. Так думали люди, что Он нарушает субботу. А Он ее никогда не нарушал. Я хочу, чтобы на этом мы были тверды, потому что тогда, если бы Он нарушал, Он был бы виновен. Но Он не был виновен. Был агнец, беспятная порока, невинный, не сделавший никакого греха. Так еще больше хотели убить Его за то, что Он отцом Своим называл Бога. Делая себя равным Богу. Это возмущало людей настолько, что Он делал себя равным Богу, что они хотели Его за это убить. Мы можем вспомнить повествование, которое оставлено в Евангелии, извиняюсь, посланник филиппийцам. И апостол Павел пишет и говорит такие слова. Он не почитал хищением быть равным Богу, но он уничижил себя, принял образ раба и по виду стал как человек. За это Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени под небом, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. Он не почитал хищением быть равным Богу. А здесь Его хотели убить за то, что Он отцом Своим называл Бога. Вот за это хотели Его убить, за то, что Он отцом Бога называл Своим отцом. И вот тут Иисус ответил следующее этим людям. Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. «Я ничего не могу творить от Себя, как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо Я не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Я не ищу Своей воли, я не хочу исполнять Свою волю. Священное Писание учит всех нас, чтобы мы в мире всем поступали так, как Он, при этом имеется в виду наш Господь Иисус Христос. Если мы хотим поступать так, как Он, то тогда мы должны слышать эти слова. «Я ничего не могу творить сам от Себя». Я не ищу Моей воли, говорит наш Господь. Я не ищу Своей воли, но Я ищу воли пославшего Меня Отца. Я Его волю хочу исполнить. В следующей главе, очень известной, которая описывается, как Иисус насытил пять тысяч человек, и мы очень часто цитируем с этой главы, когда мы читаем на воспоминания страданий Господа нашего Иисуса Христа и совершаем чашу Господню, то Иисус прямо делает такое заявление всем уверовавшим Его людям, всем, которые слышали Его. Он говорит, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». «Я с небес сошел для этого, чтобы творить волю пославшего Меня Отца». «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Когда мы понимаем, о чем здесь идет речь, а речь идет о людях, правда, братья и сестры? Ни о чем другом. Речь идет о людях. И Он говорит, что из всего того, что Отец дал мне, я ничего не хочу погубить. Я ничего не хочу. Вот смотрите, вся Его мысль, вся Его направление, учение, исполнение воли Отца. Но при этом Он говорит, нету воли Отца, чтобы кто-то погиб. Он дальше так и скажет. Он скажет, нет воли Отца моего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Дальше Он говорит, воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Соответственно, каждый из нас верующий человек, который приходит на собрания и хочет наследовать жизнь вечную, хочет наследовать спасение, должен понимать сегодня, что воли суверенной, воли нашего великого Бога, Творца всего видимого и невидимого, того Бога Яхвы, который образовал весь этот мир вечный, бесконечный, безначальный. В Его воле есть то, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную. Сегодня, к сожалению, многие люди не видят сына. Они не видят и не верят в него. Но как тогда они могут быть воскрешены в последний день? И вопрос, который у меня, естественно, здесь возникает ко всем нам сегодня, кто слышит это слово, «Мой вопрос, знаем ли мы волю Бога?» Волю Бога о нас. Его волю Божию, что мы должны делать в этой жизни? Знаем ли мы волю Божию? На этот вопрос мы можем сами ответить внутри себя. Но первое, что я бы хотел, каждый ответил, а знаю ли я Бога? Потому что как можно знать волю Бога, если мы не знаем Бога? В Священном Писании, в книге пророка Еремия, есть сказаны такие слова. «Да не хвалиться сильной силою своей, да не хвалиться богатой богатством своим». Вы знаете, так есть свойственно человеку. Парень пошел в джим, накачал немножко бицепсы и так старается все. Видели, видели, какой я, да? Вот, чтобы все увидели меня это самое. У человека появилась крутая машина или дорогой дом, и мебель крутая у него в доме. Ну, надо же показать, чтобы все это видели. Это же неинтересно, если никто этого видеть не будет. Это надо, чтобы все увидели. Он говорит, да хвалиться не богатством своим, не силою своей. А чем, братья и сестры? Тем, что разумеет и знает меня. Вот чем должен человек хвалиться. Человек должен хвалиться тем, что он разумеет и знает Бога. И когда человек знает Бога, то тогда он будет знать его волю. Тогда он будет исполнять эту волю. Тогда для него нетрудно будет исполнить эту волю в своей жизни. Почему? Потому что он знает Бога. 12 глава послания к римлянам, там где говорится. Итак, братья мои, святые, участники в небесном звании, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. И дальше говорится. «И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть у человека должно быть постоянное желание познавать волю Божию. Искать ее, желать ее. Но это не все. Он, кроме того, чтобы познавать волю Божию, он должен еще тело свое предоставить в жертву Богу. И чем доказывается то, что человек представил тело свое в жертву Богу, когда он не сообразуется с веком с ним? Должно произойти преображение ума, обновиться преображением ума вашего, не сообразоваться с веком с ним, с нынешним веком. Если вам очень сильно нравится походить на то, как люди ходят в этом мире, вы не знаете воли Божией. Если вы стараетесь быть так, как все богатые, крутые люди этого мира, вы не знаете воли Божией. Вы знаете, как можно очень легко сам себя сделать тест. Знаю ли я Бога? Знаю ли я волю Божию? Но человек должен сам на себя искренне глубоко посмотреть. Мое тело, есть храм живущего в нем Святого Духа. Вот мое тело. Святой Дух с радостью живет в моем теле. Ему приятно жить в моем теле. Я отдал свое тело в жертву Богу, живую, благоприятную, благоугодную Богу. Или же мое тело все-таки капище. И Духу Святому там нету места, потому что он ревнитель. Наш Бог ревнитель. Он говорит, я есть Бог ревнитель. Как, в каком состоянии наше тело? Мы его отдали Богу? Мы его посвятили Богу? Весь вопрос, мы знаем Бога или нет? Нет. Если я знаю Бога, я исполняю Его волю. Если я Его не знаю, я живу в свое удовольствие. Не любите мира ни того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, горлость житейская, не есть от Отца. Она не есть от Бога. Не есть от Отца. Но от мира сего. Мир проходит и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Знаем ли мы Бога? Это главный вопрос. Помните слова Павла, который сказал, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Он говорит это к стыду. А в другом месте он говорит, некоторые говорят, что они знают Бога. Вот они утверждают, они говорят, мы Бога знаем. А что дальше сказано? Но делами отрекаются от Него. Они говорят, что знают Бога, но делами они от Него отрекаются. Они показывают то, что они не знают Бога или не хотят Его знать. Вы помните, когда Петр в ночь, когда Христа взяли? Ты был с Иисусом, не зная, о ком вы говорите. Вот делами своими точно так же человек отрекается, точно не иначе. Ты верующий человек. Ну, какой верующий? Не похож даже на верующего человека. Вот даже невозможно узнать, что это верующий человек или нет. Знаем ли мы Бога? Это вопрос, который задается ежедневно. Каждому из нас мы сами должны знать, знаю ли я Бога. А теперь еще другой вопрос. А можно ли знать Бога, но не знать Христа Иисуса Господа нашего? Это вопрос на засыпку, как говорится. Есть много людей в этом мире, которые верят, что они знают Бога. Но, когда речь идет за Христа, они говорят, мы Его не знаем. У Бога Сына быть не может. Мы Его не знаем. Просто не может быть такого. Давайте мы посмотрим, что об этом говорил тоже наш Господь Иисус Христос. И мы снова обратимся к Евангелии от Иоанна, 6 глава, 28 стих. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Вот что мы должны делать, чтобы это было исполнение воли Божией, чтобы мы знали, вот мы творим Его дела. Это Его воля. Вот ответ Иисуса. Я хочу, чтобы мы Его внимательно прочитали и увидели. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие. Вот воля Божия. Это по-другому я... Дело Божие, можно очень легко сказать, что в этом есть выражена воля нашего Бога, суверенного, великого Творца неба и земли, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Без этой веры Богу угодить невозможно. Помните, это 11 глава, евреям, 4, по-моему, стих, или 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы проходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. Дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. Почему? Потому что Он есть хлеб, дающий жизни. Еще раз повторю эти слова. Потому что наш Господь Иисус есть тот хлеб, который даёт жизнь. Помните прошлую субботу, если кто-то вспомнит проповедь, то она называлась «Отверстий» или «Открытый разум». Открытый разум, отверстий. Вот разница того, когда человек смотрит или читает Священное Писание, он может видеть одно, на самом деле оно означает совсем другое. Вот, когда народ израильский вышел из Египта, они пошли в пустыню. В пустыне еды не было, полей не было, садов не было, огородов не было, ни помидоров, ни огурцов, ни еды, ни тыквы, ничего не было. Кушать надо было, жить как-то надо было. И что Бог послал им? Кто помнит? Манну. Бог послал им манну. Манна была по виду, как кориандровое семя, она на вкус была, как лепешка с елеем, а в другом месте написано, она была, как кориандровое семя, и выглядела, как бдалах. Я, честно, не знаю, что такое бдалах, я даже не буду пытаться, не исследовал никогда, но что-то такое интересное. Но она была по вкусу каждому, она была по вкусу каждому человеку, и они ее кушали. И люди, которые просто читают Писание, они могут видеть, о, манна было, как кориандровое семя. Мелкое-мелкое такое семечко. Но его и толкли, и готовили, и пекли, и что только с ним не делали, и всем по вкусу было. Интересно, что человек, у которого открывается ум, коразумение Писания, в этой манне увидит Иисуса Христа. Помните, та же шестая глава Евангелия Теяна, евреи потребовали от Иисуса такой ответ. Они сказали, Моисей дал нам хлеб в пустыне, а ты какое знамение дашь нам? Помните эти слова? А ты какое знамение дашь нам? Он говорит, не Моисей дал вам хлеб в пустыне, это Отец мой дал вам. Ибо хлеб истинный есть тот, который сходит с небес, и что дает, братья и сестры? Жизнь миру. Этот хлеб, который сошел с небес, он жизнь миру дает. Он миру дает жизнь. И поэтому люди, которые могут видеть манну, и скажем, кориандровое дерево вкусом, как лепешка с елеем, да? На самом деле, когда мы читаем, вот мы обратимся к 1 Коринфянам, 10 главу, они все ели одну и ту же духовную пищу. И обращаю внимание, духовная пища она называется, она не плотской пищей называется, она называется духовная пища. И дальше мы читаем, и все ели и пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Люди вышли из Египта, шли по пустыне. Они ели духовную пищу и пили духовное питье. Но и эта пища, и эта вода, и этот камень, даже из которого оттекла эта вода, это был Иисус Христос. Люди могут этого не видеть. Они смотрят в книгу Ветхого Завета и говорят, мы там Христа не видим. Они просто не видят того, что почему, потому что не открыты глаза. Сия есть воля пославшего Меня Отца. Да, веруют в Господа нашего Иисуса Христа. В этом есть воля Божия. И Он хочет, чтобы люди в это поверили. Почему так трудно людям поверить, когда есть открытые свидетельства очевидцев о той воле, которую Господь совершил, послав своего Сына для искупления человечества, для того, чтобы люди имели жизнь и имелись избытка. Вот я хочу сейчас с вами обратиться к этим свидетельствам очевидцев, то есть люди, которые были очевидцами этих событий. Мы перенесемся во вторую книгу Петра, первую главу, первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, обращаю внимание, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Принявшим драгоценную веру по правде Бога нашего, по воле Бога нашего, я тоже могу сказать здесь, и Спасителя Иисуса Христа. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». В этом есть воля Божия? Абсолютно. Это есть воля Божия, чтобы умножилась благодать и мир, и чтобы люди в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, возрастали в этом познании. Это есть воля Божия. И Петр, когда начинает говорить об этом, говорит, «Ибо мы, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, Его силу и Его пришествие. Мы возвестили вам, нехитрасплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». «Мы не басни какие-то слушали», говорит Петр, «не рассказы чьи-то, не медраши чьи-то мы слушали. Мы сами это видели, мы очевидцы этого, мы свидетели этого», говорит апостол Петр, когда пишет это свое послание. «Мы очевидцы Его величия, ибо Он принял от Бога Отца, Он принял, Иисус Христос, наш Мессия, Ишуон Мишах, принял от Бога Отца честь и славу». Хочу, чтобы мы это видели. Он принял честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз. Представляете, они были очевидцами этого. Они это слышали своими ушами. Вот представьте себе эту картину. Я хочу, чтобы мы почувствовали ее немножко, как бы перенеслись туда и побыли там. Иисус Христос и апостолы. И вдруг они слышат этот голос, этот глаз Божий, который говорит, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Они слышат это своими ушами. Петр говорит, «Этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали». Мы верим этому? Мы, говорит, слышали. Это не придумано, это не басня. Мы слышали это, этот глаз, который пронесся с небес. Когда мы с ним были на Святой горе, вы помните, это же была гора преображения, когда он взял Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними Петр там был. Он присутствовал там, он видел Христа в другом виде, когда он был во славе своей, когда он беседовал с Моисеем и Ильем, он видел это, на той горе преображения. И он говорит, «Мы этот глаз слышали». То есть, они не только видели, они и слышали, видели и слышали это, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Интересно, мы тоже так же, как верим очевидцам, которые были вот там тогда, свидетельствуют за это сегодня, и верим во все это, что Он есть Сын Божий возлюбленный, в Котором Бог говорит, «В Нем Мое благоволение». Продолжая дальше эту тему, Петр очень интересный оборот речи использовал, которым я хочу сегодня поделиться. Он говорит, «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Когда Он говорит вернейшее пророческое слово, Он говорит о Писаниях Ветхого Завета, ни о чем ином, Он говорит о Писаниях Ветхого Завета, и говорит, «Мы имеем вернейшее, самое верное из всех пророчеств, которые когда... вернейшее пророческое слово, и люди хорошо делают, когда обращаются к нему, как к светильнику». Когда Иоанн писал свое послание, или даже свое Евангелие, точнее, это будет, он произнес такие слова, в первой главе это написано, «Был свет истинный, и он говорил о Христе, который просвещает тьму, и он во тьме светит, и тьма не объяла его». И вот этот истинный свет, который осиял эту тьму, Иоанн показывает, что это был наш Господь Иисус Христос. Петр говорит, что хорошо, когда мы обращаемся к слову, как к светильнику, к слову, к вернейшему пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. Почему? Почему этот светильник должен осиять это темное место? Потому что должна произойти следующее, должна взойти утренняя звезда в сердцах ваших. Утренняя звезда в сердцах ваших. Я никого не ловлю, я никому ничего не доказываю. Я просто хочу, чтобы каждый из нас мог сам себе ответить на этот вопрос. В моем сердце взошла эта звезда. В моем сердце горит эта звезда. Она светит во мне, в моем сердце. Эта звезда утренняя. Она светит в моем сердце. Это только вы сами можете себе ответить. Потому что назначение священного писания, назначение то, что Бог дал, это вернейшее пророческое слово. Помните слова? Прошлую субботу говорились. И следуйте писание. Иоанна 5,39. И следуйте писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Это писание свидетельствует обо мне. Потому что вся воля Божия, ибо весь мир сотворен им и для него. Он говорит, они свидетельствуют обо мне. И если это пророческое слово не проникло в нас, и если мы не стали храмом, живущего в нас Святого Духа, если мы не обращаемся к этому слову как к светильнику, то вполне возможно, что эта звезда в нашем сердце не взошла. А вы знаете, что происходит, если эта звезда не взошла в сердцах наших? Вот мы живем в этой жизни. И в этой жизни мы знаем, что есть столкновение добра и зла. В этой жизни мы знаем, есть мир этот, и есть князь этого мира. И мы знаем, что есть великий, суверенный, всемогущий, праведный, святый Бог, который хочет, чтобы мы творили Его волю и исполняли Его волю в этой жизни, чтобы мы были покорны и послушны Ему, исполняя Его заповеди и исполняя Его волю. Так вот, для того, чтобы мы могли стать победителями и одержать победу, в нашей жизни что-то должно произойти. Что? Чтобы нам победить грех, и чтобы грех не имел над нами власти, апостол Павел в восьмой главе к римлянам пишет. Если только Дух Божий живет в вас, то тогда тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности. Я умышленно пропустил часть этого стиха. Я пропустил ее. Там сказано так. «Если Христос вас...» Если Христос вас, то тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности. «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то ожививший Христа из мертвых воскресит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Если Христос вас...» Вот она, утренняя звезда в сердцах ваших. «Если Христос вас, то тело мертвое для греха, а Дух жив для праведности». Но это Христос вас. Это вы живете со Христом. Это Христос вас. Тогда ваше тело мертвое для греха. В притчах, 4 глава, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». «Стезя праведных». Это путь. Это путь, по которому идет праведный человек. И в этом пути он не больше и больше в грех и беззаконие поглощается, погружается. «Стезя праведных» это все более и более и более становится светло. Оно как светило лучезарное, которое более и более светлеет. Почему? Потому что, Павел пишет об этом. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Ему несложно исполнить волю Божию, потому что, когда Христос нас тело мертвого для греха, мне легко исполнить волю Божию, потому что во мне Христос, говорит Павел. Мне очень легко в этом вопросе. И поэтому, когда мы читаем последние стихи Библии, 22 глава, 16 стих, сам наш Господь говорит, сам, Его свидетельство. Я Иисус. Я послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сию в церквях. Я. Вот сегодня в церкви это идет свидетельство для вас. И Он говорит, Я есть им корень и потомок Давида. I am both the source of David and the hair to his throne. I am the bright morning star. Я – это звезда светлая и утренняя, говорит наш Господь Иисус. Я – это звезда. И Он хочет быть в сердце у каждого из нас. И в этом есть воля Его, которая выражена, воля Отца. Помните слова, которые в Евреям, по-моему, это 8 глава, если я правильно помню, может, я ошибаюсь. Вот иду, как в начале книги написано, обо мне исполнить волю Твою, Боже. А дальше мы можем увидеть, что ссылка идет, жертвы и всесожжения, ты не восхотел, но тело уготовил мне. Сегодня многие люди скажут, в оригинале такого нету, там в оригинале написано, но ты открыл мне уши. Да, действительно, там не сказано, тело уготовлено. В мазаретском тексте, Библии еврейской, нету написано, тело уготовил мне. Там написано, ты открыл мне уши. Но почему-то в Септугаинте, которое написано, 200 лет до рождения Иисуса Христа, в греческом переводе Ветхого Завета, там написано, тело уготовил мне. Жертвы и всесожжения, ты не восхотел, но тело ты уготовил мне. 200 лет до Рихриста написано, тело уготовил мне. И Он хочет, чтобы быть этим звездой, которая в нашем сердце сияет. Братья и сестры, я обращаюсь к каждому из нас, мы сейчас будем молиться. И мы будем молиться, чтобы Господь касался наших сердец, и чтобы эта звезда воссияла в сердце каждому из нас, потому что в этом есть воля Божия, чтобы мы жили с Господом, чтобы мы исполняли волю, чтобы произошла перемена нашего мышления, нашего образа и нашего отношения к Писаниям, нашего отношения к Богу, нашего отношения к Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу. У вас в этой молитве есть прекрасная возможность проверить себя и попросить у Бога, чтобы Он менял нас, чтобы Он помог этой звезде зайти в сердце каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok